Спринтерский бег является невероятным достижением с точки зрения робототехники и обработки больших объемов информации. На первый взгляд, чтобы бежать быстро, нужно всего лишь часто двигать руками и ставить одну ногу за другой. Однако даже во время пробежки в парке, тело и мозг обмениваются гигабайтами данных. Миллионы мышечных волокон должны вовремя сокращаться и расслабляться, чтобы создать гармоничное и скоординированное движение. И этот процесс необходимо организовать, обработать и направить, что требует непостижимой вычислительной мощности, пока недоступной для искусственного интеллекта. Например, уже прошло более двух десятилетий, как компьютеры победили лучших шахматистов. При этом они долгое время были бессильны в древнюю игру Go. Но в 2016 году нейросети все-таки одержали верх над человеком. А через год, вчистую обыграли профессиональных игроков в покер. Это была последняя игра, в которой человек считался непобедимым. При этом спринтерский бег – это нечто, что до сих пор остается за пределами возможностей искусственного интеллекта. Робот по имени Касси, созданный в Университете штата Орегон с использованием технологии Agility Robotics, является лучшим бегуном на данный момент. Он пробежал 100 метров без падений всего за 24 секунды, 73 сотых. Нейросеть, которая им управляла, обучали целый год. Это десятки тысяч лет обучения в переводе на человеческое время. Для сравнения, шахматная нейросеть Альфа-Зера играла сама с собой всего несколько часов, и за это время превратилась просто в шахматного бога. И тем удивительнее, что сам человек является недостижимым совершенством для роботов в способности координировать свои движения. Хотя этой способностью мы обладаем с рождения и часто ее просто не замечаем. Однако именно эта способность отвечает за качество и точность движений, которые в свою очередь являются ключевыми факторами успеха в спорте. Инженеры могут сделать роботов сверхсильными, дать им высочайшую частоту и быстроту движений, и любые другие физические качества, но все они очевидно бесполезны без высокой координации движений. Понимание этого меняет представление о спорте высших достижений. Обычные люди часто думают, что рекордсмены мира – это очень сильные спортсмены, которые сидят на допинге. При этом нет допинга ни для человека, ни для компьютера, который бы улучшал понимание того, как оптимально двигаться. Некогда самый сильный человек на земле, Эдди Холл, наглядно это продемонстрировал, решив попробовать себя в олимпийском спорте. Что из этого получилось, вы можете видеть на экране. Эдди никогда не скрывал, что употребляет запрещенные препараты. При всей своей силе он смог толкнуть ядро всего на 11 метров. Это норматив третьего юношеского разряда. А вот что думает о допинге легендарный боксер Ленокс Льюис. Вы когда-нибудь подозревали, что кто-то из ваших соперников подъедал что-то запрещенное? Да, несколько человек. Да? Да, но в этом можно найти позитив. Я понял, что стероиды никогда не сделают тебе вот это место крепче. Подбородок? Да, подбородок. Ты можешь сожрать сколько угодно стероидов, но когда я попаду в подбородок... Сам понимаешь. В погоне за физическим превосходством многие спортсмены упускают главное. Даже если вы станете в три раза сильнее, вы не побежите в три раза быстрее. Вряд ли вы побежите даже быстрее, чем бегаете сейчас, если качественно не улучшите свою технику. Но для этого не нужен допинг. При этом большинство здоровых людей может легко достичь физических кондиций, чтобы стать выдающимся спортсменом в избранном виде спорта. И препятствует этому не недостаток силы или выносливости, а недостаток понимания своего вида, плохая координация и низкое качество движений. Это как раз то, что мы можем видеть на примере роботов. Однако в сравнении с физическими качествами, координацию и точность движений можно развивать практически бесконечно. Но учиться новому можно и нужно вообще всю жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!